всем привет и спасибо что вернулись в крипто вселенную сегодня мы поговорим с вами о биткоине и обновим информацию о полосе поддержки бычьего рынка если вам друзья нравится этот контент не забудьте подписаться на канал поставить под видео лайк а также посмотреть на распродажу которая сейчас происходит на нашем сайте into the cryptoverse.com но давайте вернемся к основной теме последний раз мы говорили о полосе поддержки бычьего рынка примерно пару недель назад когда мы посвятили этому целое отдельное видео и в том последнем выпуске мы говорили что если биткоин отскочит от нее если биткоин отскочит от 20-недельного sma то по нашим ожиданиям доминация биткоина начнет расти так и мы также сказали что если мы закроемся ниже 20-недельного sma и пойдем еще ниже то доминация все равно будет расти таким образом мы сформировали эту идею которая заключается в том что независимо от того что удержит биткоин или не удержит этот уровень доминация биткоина пойдет вверх и причина этой позиции и данного заключения заключается в том что если вы вложили свои деньги в крипто если вы инвестировали в крипто в 2023 и об этом я продолжаю говорить снова и снова заключается в себестоимости возможностей если вы вкладываетесь в альту а биткойн ее обгоняет то вы берете на себя больший риск за меньшее вознаграждение и да я знаю что некоторые литкоины обгоняют биткоин но если говорить в целом доминация биткоина начала это ралли вот от этого уровня и когда биткоин смог удержать этот уровень доминация сделала очередной скачок вверх и все это вяжется с идея о том что пока биткоин удерживает данный уровень доминация биткоина в целом должна двигаться выше конечно я не говорю что не буду таких дней как сегодня когда доминация упала конечно же это неизбежная часть нашей жизни но в целом ожидание вот такое теперь еще один момент о котором я говорил вот в этом видео заключается в том что полоса поддержки бычьего рынка является полосой мы об этом много раз говорили обсуждали но смысл в том что пока мы удерживаем любую из них то технически мы удерживаем ее если мы опускаемся ниже одной линии но удерживаем другую то технически мы удерживаем уровень у нас было закрытие недели ниже двадцатинедельная сами но мы все еще удерживаем двадцатинедельные м и и на исторических данных вы также можете найти момент когда это происходило когда мы опускались ниже одной линии но удерживали вторую таким образом логично по крайней мере признать что пока мы удерживаем одну из этих линий утверждать что технически мы удерживаем и саму полосу двадцатинедельные sma или двадцатинедельные и мэй теперь в этом видео один из моментов который мы обсуждали но повторюсь я не знал удержит ли биткойн этот уровень или нет мы лишь говорили что если он удержит доминация пойдет выше а если не удержит то доминация также пойдет вверх и таким образом на мой взгляд главное не зацикливаться на рынке биткоина в то время как доминация биткоина устраивает ралли если вы понимаете так что когда говорим с вами об этом к вопросу к которому я хочу вернуться мы упоминали если биткоин удержит уровень то как это повлияет на остальной рынок и еще один момент который мы упоминали что если биткоин отскочит мы также знаем что рынок альткоинов значительно ниже полосы поддержки бычьего рынка даже тогда и мы об этом говорили и мы говорили посмотрите существует сценарий при котором биткоин отскакивает от 20 недельного а сумма топ-3 альткоинов растет в направлении к полосе поддержки бычьего рынка и эта идея о том что биткоин может отскочить но даже если это произойдет это не значит что рынок альткоинов также отскочит от 20 недельного потому что он не может и находится сильно ниже и сейчас это как бы и происходит биткоин фактически отскочил снова в то время как топ-3 из рынка альткоинов также отскакивают но находятся все еще ниже уровня 20 недельных sma и ema если мы посмотрим на то где находится 20 недельные sma и ema для рынка альткоинов то увидим диапазон от 350 до 360 миллиардов в то время как сам рынок сейчас подходит к отметке в 335 миллиардов если вы вспомните апрель то я в нем говорил что есть хороший шанс того что данные ралли опустятся значительно ниже диапазона в 400 миллиардов и причиной этого является то что рынок альткоинов не преодолел вершины ноября а также с учетом того что ликвидность по-прежнему продолжает утекать далее такова была теория наш тезис и в настоящий момент мы с вами видим что total 3 движется обратно но они по-прежнему еще не преодолели этот уровень и я должен сказать что нет никакой гарантии что они не смогут его преодолеть мы с вами должны это признать так и кстати я еще раз повторю я никоим образом не утверждаю что все что я говорю это правильно я допускаю множество заблуждений если у вас все-таки складывается такое впечатление что я во всем прав то поймите я так совершенно не считаю дело в том что я был настолько непреклонен в некоторых вещах некоторые из которых произошли например рост доминации я все еще считаю что процесс не завершён даже с учетом недавнего падения но я также считал что эфир рухнет по сравнению с биткоином и хоть это еще и не произошло он находится в диапазоне точка 06 точка 07 ну то есть где-то прирос а где-то упал и это я должен признать потому что я читаю и вижу ваши комментарии но в любом случае мое общее убеждение в том что мы с вами наблюдаем отскок биткоина от 20 недельных скользящих и рынок альткоинов также отскакивает но потенциально лишь двигаясь в направлении полосы поддержки бычьего рынка или полосы сопротивления медвежьего рынка как вам удобней но пока нет никакой гарантии что рынок альткоинов сможет ее преодолеть и закрепиться так что нам еще только предстоит увидеть что произойдет с рынком альткоинов но одна интересная вещь которая связана с этим ралли биткоина по мере того как он отскочил и пошел выше 20 недельного скользящего заключается в том что чаще всего значительное движение происходит очень быстро после чего мы с вами видим месяц или два затем как происходит консолидация так вот это движение произошло довольно быстро и технически мы пошли еще выше через несколько недель но в целом это больше было похоже на медленное истечение кровью хоть и да у нас были восходящие верха аналогично и здесь значительная часть движения произошла в первой неделе после чего мы немножко поднялись еще выше в последующей неделе но в конечном счете мы просто консолидировались на протяжении пары месяцев после этого так что вы можете утверждать что чтобы нас не ожидало в данном движении вероятно все это мы увидим в последующие пару недель основываясь на том что мы видели здесь а после этого мы можем увидеть более продолжительный период консолидации так теперь если мы с вами посмотрим на то где сейчас находится биткоин и время в течение которого он делал тест 20 недельного sma мы с вами увидим если я включу дневной таймфрейма то увидим что от этого низа к этому низу прошло примерно 15 недель от этого низа до этого около 14 недель если мы возьмем этот период и скажем что еще понадобится 14 недель эти 14 недель нас приведут к сентябрю верно к концу сентября и здесь есть кое-что интересное мы об этом говорили с вами ранее итак у нас есть первое движение наше первое движение и второе движение а также и третье движение в 2019 был очень похожий паттерн так у нас было первое движение второе и третье но заметьте период консолидации в девятнадцатом году был гораздо короче но структура была очень похожа у нас буквально была структура того когда мы двигались вверх а после чего консолидировались двигались вверх и консолидировались двигались вверх и консолидировались но этот период консолидации нас приводит к сентябрю и уже в сентябре bitcoin уже не смог удерживать устоявшийся уровень так это было в сентябре и мы с вами знаем что сентябрь обычно это не хорошее время в целом для всего крипто и по факту что это и произошло в сентябре, когда биткоин больше не смог удержать уровень и свалился вниз. И если мы с вами посмотрим на диапазон дат по этому событию, 14 недель, 15 недель, еще 14, если мы с вами снова отмерим 14 или 15 недель, то это приведет нас к середине или даже концу сентября, что, кстати, является тем же самым таймфреймом, когда биткоин упал ниже 20-недельного SMA. В 2019 году, предшествующем Халвингу. Поэтому я думаю, что есть какая-то логика в ожидании такого сценария. Или, по крайней мере, признать такую возможность. И как я ранее упоминал, я думал, что есть шанс того, что в апреле у нас образуется вершина этого года. Так, есть для этого признаки. И не буду скрывать, что я об этом говорил много раз. Что есть шанс, что в апреле у нас образуется годовая вершина. Но я также говорил, что если этого не произойдет, то, какими бы движения ни образовались, я буду ожидать продолжения движения в июне. И теперь мы с вами в июне, и технически у нас есть новая вершина. И по мере того, как мы движемся в направлении июля, остается вопрос, как долго продолжится это ралли. Обратите внимание, что в 2019-м технически вершина образовалась в июне. Но в июле мы все еще не оказались в среде без наличия некоторых рисков. Биткоин все еще оставался над полосой 20-недельного скользящего среднего. И еще раз, мы не опустились ниже этого уровня, практически до самого четвертого квартала. Да, я знаю, что движение началось в июле, но шло практически до четвертого квартала, когда биткоин в итоге упал ниже этого уровня, 20-недельного SMA. И да, я также говорил, что нет никакой гарантии, что в сентябре биткоин упадет ниже. Есть шанс того, что он упадет в октябре, но также есть шанс того, что он упадет и завтра. Так? Нет никакой гарантии, что чего-либо этого не произойдет. Но еще один момент, о котором я также говорил, общая сумма топ-3 альткоинов подала предупредительный сигнал биткоину значительно до того момента, когда он упал ниже своего 20-недельного SMA. В 2019-м тотал 3 альткоинов упали ниже своего 20-недельного SMA в июле в 2019 году, а в этот раз тотал 3 альткоинов упали ниже в мае, то есть на пару месяцев раньше. Но мы знаем, что биткоин не упал ниже своего 20-недельного SMA. По сути, до самой последней недели сентября, что означало в буквальном смысле 10 недель позже. То есть сигнал был за 2,5 месяца до того, как биткоин упал ниже 20-недельного SMA. И если мы с вами нарисуем 2,5 месяца после начала мая, то это нас приведет в середину июля. Примерно в середину июля за эти 10 недель. Но опять же, нет никакой гарантии, что биткоин упадет ниже в сентябре. Но, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, до того момента, пока мы не опустимся ниже, при этом, да, конечно же, есть импульс, есть импульс того, как быки пытаются прорваться выше. И очевидно, что если мы опустимся на следующей неделе, плюс-минус, то сигнал будет очень медвежий. Но если биткоин сможет пробиться через вот этот уровень, если биткоин его преодолеет, то можно будет начать утверждать, что следующий уровень для тестирования через несколько месяцев, то есть это может не произойти до наступления августа или сентября, как это было в 2019. И да, в 2019 биткоин опустился ниже 20-недельного SMA, а произошло это в конце сентября. Так что здесь у нас есть несколько противоречащих друг другу взглядов. Если мы с вами просто возьмем 2021, то можно утверждать, что это произойдет в сентябре, но если посмотреть на рынок альткоинов, и взять во внимание то, что у биткоина это движение произошло спустя 10 недель после рынка альткоинов, то ожидание такого сценария нас приведет к середине июля. В конце концов, то, что мы с вами должны упомянуть, что никакие циклы не будут одинаковыми. Циклы не будут в точности повторять друг друга, поэтому то, что произошло в 2019 году, не обязательно произойдет и в этом. Поэтому мы иногда сравниваем ситуацию и с 2015. Для того, чтобы получить еще одну точку для сравнения, еще один взгляд, вместо того, чтобы в лоб сравниваться с 2019. Также еще один момент, о котором мы с вами говорили, заключается в том, что если мы посмотрим на прибыли, которые образуются с начала года для биткоина в 2023 году, и если мы сравним этот показатель с 2019, то мы с вами увидим, что сейчас у нас происходит очень подплющенная версия 2019, при этом еще более впечатлительная версия была в 2015. Разве не так? Да, это была еще более впечатлительная версия. И интересно то, что если мы с вами возьмем, скажем, 2015 год, вот от этого уровня, то может показаться, что мы видим в какой-то степени схожую картину. Проблема 2015 в том, что капитуляция произошла буквально в начале года. Если мы с вами посмотрим на период буквально после, после того, как произошла капитуляция, если мы возьмем паттерн свечей вот отсюда, и я понимаю, что они не очень похожи, но если мы с вами проведем линию как можно лучше вот отсюда, и попробуем наложить на то, где мы с вами находимся сейчас, то можно будет увидеть некоторые схожисти. Я не утверждаю, что они идеально совпадают. Конечно, нет. Но если мерить с самого низа, то то, что сделал биткоин в 2019, по крайней мере измеряя с низа 2015, не было столько уж отличительным. Да, отличия в какой-то степени были, но если вы помните, в 2015 биткоин вот с этого низа нарисовал нам 80% ралли. В этот раз у нас с вами уже есть ралли в 100%. Примерно 100%. Таким образом, еще раз, множество вещей, на которые можно обратить внимание. Можно во многом сравнивать с 2015, можно сравнивать с 2019, и видеть, что мы находимся где-то посередине. Если мы с вами возьмем среднее, 2015 и 2019, я данный график показывал не единожды, и причина этого заключается в том, что если взять среднее между 2014 и 2018, и наложить результат. Вот это 2022. Но если взять среднее 2014 и 2018 годов, и сравнить с тем, что буквально случилось в 2022, то почему бы не взять и не применить среднее между 2019 и 2015, для того, чтобы получить потенциальное развитие 2023 с точки зрения потенциальных ростов и падений. И мы об этом с вами уже говорили, если взять вот этот экстремальный уровень как максимальную точку в году, предшествующем халвингу, то он покажет максимальную цену для этого года примерно на уровне в 35 тысяч. И что интересно, заметьте, биткоин начал свое движение вверх. Как только мы коснулись вот этой линии, он в какой-то степени зафиксировался здесь, и хоть и не сделал свое итоговое движение, при этом также нет никакой гарантии, что он это сделает. С определенностью можно лишь сказать, что он здесь никогда не делал движение вниз. Но и здесь нет никакой гарантии, что он это не сделает. Но главное, что есть вероятность и вариант того, что он, если сделает движение вверх и покажет нам 2 и 1 икс от открытия года, то это определенно отнесет биткоин примерно на 35 тысяч. Таким образом, одна из вещей, за которой я внимательно смотрю, сможет ли биткоин пробиться через этот уровень в 31 тысячу? Получится ли у него его преодолеть? И, конечно же, если получится, это не обязательно значит, что он отправится в 35 тысяч. Вот здесь есть еще один очень интересный уровень, за которым я слежу внимательно, у отметки 32 500. За этим уровнем также следует внимательно следить. Но, повторюсь, вам следует обратить внимание, что с точки зрения тайминга, с точки зрения временного интервала, биткоин достиг вершины в 2019-м. Примерно в это же летнее время. Он достиг вершины в июне, в конце июня, а начал падать в сентябре. В настоящий момент это не выглядит очень уж похожим, потому что биткоин как бы отскочил в июне. Похоже на то, что в июне образовался отскок. Так что, возможно, в следующие пару недель, может быть, 3 недели, биткоин приведет нас туда, куда он собирается двигаться в рамках данного отскока и покажет, достигли ли мы уже максимума, стало ли это вершиной, или же мы пойдем еще выше, как было ранее. По крайней мере, в какой-то степени покажет нам потенциал данного движения в большей степени в течение последующих пары, ну или, может быть, нескольких недель, данного крупного движения. И для вашего размышления, вот это движение от 20-недельного привело нас к 28 тысячам, а мы сейчас буквально в нескольких шагах от этого. Таким образом, это была большая часть данного движения. Чуть позднее мы поднялись еще на 10% этого движения, но, повторюсь, это была лишь одна неделя, за которой биткоин прирос в 26%, аж 27% за неделю. Вот это движение содержало 22%, то есть 22% за неделю, а здесь 26% за неделю. А вот это движение составляло всего лишь 16% за одну неделю. Так что, на мой взгляд, я думаю, логично предположить, что в какой-то степени мы последуем этому движению. Так как одна ситуация, которая не дает мне покоя, заключается в том, что топ-3 альткоинов по-прежнему ниже 20-недельного уровня. На мой взгляд, это нездоровый сигнал для рынка альткоинов. Я говорил об этом предельно ясно. Конечно же, это не значит, что в момент все не может поменяться, но факт того, что они продолжают формировать нисходящие верха один за одним, вот все эти нисходящие верха говорит мне об этом. И по-прежнему они остаются ниже полосы поддержки бычьего рынка. Несмотря на то, что биткоин отскочил от нее вверх. Таким образом, что если биткоин устроит раль до 32 или 33 тысяч, это только лишь может привести тотал-3 альткоинов обратно в полосу поддержки. Но что будет, если биткоин снова вернется к 27к? Потенциально это будет значить, что все закончилось, и альта этот уровень не преодолеет. И это тот сценарий, который я считаю важным принимать в внимание. Возвращаясь к этому графику, мы можем увидеть, что биткоин на дневном таймфрейме так, позвольте-ка мне включить. В 2015 биткоин показал нам ралли до 193 дня. А в 2019 биткоин устроил ралли продолжительностью в 177 дней. То есть от 177 до 193 дней. В этом же году мы находимся в 182 дне. То есть буквально в середине этого промежутка времени, когда у биткоина образовалась эта годовая вершина в 2019 и локальная вершина в 2015. В 2015 это не была годовая вершина. Мы знаем, что в конце года мы снова вернулись к этим уровням. А также у нас было двойное одно перед тем, как мы вернулись наверх в течение года. Так что сейчас, по крайней мере, мы внутри этого окна. И вы сами видите, что наш год текущий был улучшенной версией 2015 года и сплюснутой версией 2019. Если мы с вами возьмем среднее значение, то сможем увидеть, что на самом деле у нас получается очень хороший вид того, что возможно произойдет в этом году. И кстати, если вам интересно, что это значит для цены биткоина, в случае, если мы продолжим данное движение, что помимо прочего означает и то, что мы спустимся еще ниже. На мой взгляд, немного более низкий уровень, чем те, на которых мы недавно были. Мы были на уровне 24к, поэтому, если мы снова спустимся на эти уровни, это нас отведет на 23к примерно, а после чего нам предстоит пройти через ранние стадии года халвинга, когда в теории заканчивается кривая доходности, аналогично тому, что мы видели в начале 20-го. И это были основные события в движении биткоина, которые мы с вами наблюдали довольно продолжительное время. И надеюсь, что данное видео для вас было полезным. И, пожалуй, самая частая обратная связь, которую я получаю на эти видео, такая, скажи, мы пойдем вверх или вниз. Ребят, я не знаю, это тяжело сказать. Это действительно сложно сказать. Мое общее видение заключается в том, что погружение в криптовселенную, на мой взгляд, по сути, должно ограничиваться биткоином. Так как я пришел к пониманию того, что доминация биткоина находится в макро-аптренде. Также я не являюсь трейдером интродэй, трейдером на импульсах. Меня не беспокоят эти краткосрочные движения, которые могут происходить в рынке альткоинов. Я также считаю, что биткоин будет обгонять по результатам альткоин рынки в многомесячном периоде. Поэтому я по-прежнему сижу в лагере, придерживающихся этой точки зрения и не думаю, что скоро от него уйду. По крайней мере, в ближайшем времени. И вот почему мы об этом часто говорим. Мы пытаемся понять, стоит ли рынок альткоинов того, чтобы рисковать или нет. И на мой взгляд, он этих рисков не стоит, если сравнивать его с биткоином, с рынком биткоина. Так что, еще раз повторюсь, у нас был тест в марте, тест в июне. И если у нас будет еще один тест в аналогичном периоде времени, то это где-то будет в районе сентября. В 2019-м это был сентябрь, когда мы не удержали этот уровень. Но заметьте, что в 2015-м это произошло в августе, когда мы провалились под полосу 20-недельного SMA. Но затем мы вернулись наверх. А в августе мы падали ниже. И если мы возьмем этот таймфрейм и сравним с тем, когда тотал три альткоины упали вниз, когда это произошло за 2,5 месяца перед падением биткоина в 2019-м, то это нас в текущем году приведет ближе вот к этой зоне, когда мы, вероятно, можем упасть вниз. Может быть, где-то в этом районе. Но, друзья, не забывайте, что есть и теории того, что биткоин покажет нам новые хаи. Да, есть также и такое мнение. И я буду первым, кто скажет, что все, что угодно может случиться. И, знаете, есть еще один вариант посмотреть на все это. В 2019-м у нас было три движения. У нас образовалась 80-процентная ралли. Так. Вот здесь 80% плюс-минус. Потом еще одно 80-процентное ралли и еще одно 80-процентное ралли. То есть три 80-процентных ралли и вершину биткоина. Интересно, что в этот раз у нас не было 80-процентного ралли. По крайней мере, до настоящего времени с массивным откатом вниз. У нас было 60-процентное ралли. 60-процентное ралли. Затем еще одно 60-процентное ралли. Может быть, чуть ниже, скажем, 50% ну или около того. Может быть, немного больше, если меня получится измерить. Скажем, 58-процентное. И по крайней мере, вот этого низа в настоящий момент мы находимся на уровне 23%. Если мы пойдем на 40%, это даст нам 34 700. 35к будет соответствовать 41%. 60% приведет нас ближе к 39к. Но, друзья, повторю, что я не знаю, куда в этот раз нас отправится на биткоина. Но, если это произойдет, вот, я предполагаю, что доминация будет очень близка, если не превысит 60%. И, скорее всего, она будет еще выше, если биткоин будет в даунтренде. И вот такие разные взгляды на то, чтобы оценить рынок. Год, предшествующий халвингу, обычно бывает очень жестким. Лично в моем опыте, и не только из-за того, что мы полгода росли, а затем полгода падаем, скорее вопрос заключается в том, что сейчас биткоин показал нам 5 зеленых месяцев из 6. Ну, то есть, 5 первых месяцев года были зелеными. Поэтому, если мы говорим о том, что данный тезис окажется верным, то в скором времени стоит ожидать красные месяцы. В противном случае данное предположение является пустышкой. Если посмотреть на 2015, то первые 4 из 6 месяцев были красными. Но если посмотреть на 2019, то картинка будет больше похожа на то, что мы видим в этом году. 5 месяцев из первых 6 месяцев года были зелеными. После чего июль, август и сентябрь, а также ноябрь и декабрь были красными. Так что в 2019 5 из первых 6 месяцев были зелеными, а 5 из последних 6 месяцев по факту были красными. В итоге год состоял из 6 зеленых и 6 красных месяцев. И мой тезис на этот год заключается в том, что мы проведем примерно полгода в росте, а полгода в падении. И до настоящего момента мы, по крайней мере, полгода провели в этом росте. И если мы в скором времени не развернемся, то это будет значить, что тезис полугода и полугода превратится также в пустышку. Но в любом случае нам еще предстоит увидеть, к чему мы придем по мере нашего движения вперед. И если мы пролезем еще выше, ближе к 35, то я начну ожидать еще одного теста 20-ти недельного SMA ближе к августу или сентябрю. А если мы попросту не преодолеем вот здесь, если мы не сможем преодолеть вот этот уровень здесь и образуем как бы двойную вершину, то, на мой взгляд, это произойдет где-то ближе к концу июля. Аналогично тому, как рынок альткоинов дал нам предварительный сигнал для биткоина за 2,5 месяца, перед тем, как все поехало вниз. В любом случае, посмотрим, что будет и спасибо за просмотр. Подпишитесь, лайк и до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok